Друзья, привет! Очень рада вас видеть. Давно я не выходила в эфиры. Мне тут присоветовали новый формат сделать. Выйти в эфир, не отвечать на ваши вопросы, а почитать какую-нибудь свою книжку. Представляете, я вот долго думала, не решалась, сделать такой формат или нет. Для меня такое впервые — выходить в эфир и читать свои книги. Прикиньте. Но настойчиво присоветовали. И вдруг вам такое понравится, и вдруг мне понравится. Но, по крайней мере, читать я слух вообще не люблю. Не знаю, получится у меня или нет. Поэтому, если хотите, чтобы я вам почитала книжечки, сказочки, я вам сейчас это сделаю. От вас я жду, чтобы набежало вас побольше. Ну, хотя бы человек пятьдесятых. И посоветуйте, что мне вам почитать. Что вы хотите. Я тогда открою. У меня есть книжки про страхи. Как работать со страхами и какими-то нерешаемыми задачами. Либо решаемыми проблемами. Есть книга про деньги. Что такое деньги и что нам мешает их иметь. Есть книжка «Исцелить нельзя игнорировать». Она большая. Там 180 страниц. Можно взять любую главу. Есть книжки. Сейчас. 60 точек взлома вашего мышления. Но это скорее не книжка, а больше как брошюра. О, про деньги вижу, да? Хотите? Есть топ-13 «Почему ваши желания не исполняются». Кстати, я хочу... Это короткая очень, там, на три странички. Хочу её дописать и добавить, что делать с этими желаниями, а не только «Почему они не исполняются». Так, какие у меня ещё книжки есть? «Курить нельзя бросить». Вот, книга про внимание есть. «Как творить своими чувствами» есть. Есть на английском. Но на английском читать не буду. Есть на испанском. Есть даже на турецком. Обалдеть. Так, про деньги я вижу. Какие ещё варианты есть? Какую книжку вы хотели бы, чтобы я вам прочитала? Первый раз такое вообще буду делать. А, про отношения ещё есть. Про отношения, я думаю, это нужно с ручкой, с листочком составлять таблички. Сложно будет читать её. Так, что у меня ещё есть? Про чувства. Про желания. Про внимание. Про отношения. Про деньги. Про болезни. Про курение. Про привычки. Так. Привет, красотка. От красоток слышу. Привет, привет. Так что, кто хочет послушать книжечку? Давайте, какие варианты ещё? Так, шестьдеточек взлома вашего мышления. Сама не знаю, что выбрать. А, книга зубы ещё есть. Вот. Про зубы могу почитать. Короче, что волнует? Давайте, скидывайте. Каких вариантов будет больше, то вам и почитаем. Я никогда не любила читать. Вообще. Особенно вслух. Ну, про себя-то я люблю читать. Но вслух страшно. Листаю вот эти книжки свои сейчас и думаю. Помогайте, в общем, вот какую. А, есть ещё книжка, я пишу, как бог, как писать книжки. Как писать книжки. Книжка, как писать книжки. Вот. Про здоровье вижу, про болезни. Про деньги. Про болезни. Пять, по-моему, или шесть глав выложено в аудио, на ютюб. Текстовые варианты на всех моих каналах. Бесплатно первые пять глав. Или больше. Пять страниц точно выложено. Могу дальше продолжить читать. Могу с самого начала. Могу взять какую-нибудь любую главу. Потому что все главы в книгах, как бы они ни назывались, они разные. В одной главе о жизни, в другой главе о мозге, как устроен наш мозг, либо как устроен наш мир. В принципе, во всех книжках есть. И про желания, и про деньги, и про отношения. Так. Люди заходят и уходят, видят, что я не буду отвечать на вопросы. Ладно, ладно. Останется кто? Останется. Ну да, пять человек. Хорошо, давайте тогда начнем. Сейчас я посмотрю. Так. Деньги. Болезни, да? Эх. Давайте про деньги. Мне чего-то нужно сегодня прочитать, потому что я пообещала. Так, это деньги итальянские, деньги английские. Твою книгу дарила учительница по музыке, у нее рак. Благодарю за твою работу. Ой, хотелось бы узнать еще, прочитала ли она, осознала ли она что-то, поменялась ли ее жизнь. Возьми потом у нее обратную связь, очень интересно. Особенно, когда люди читают, вот не просто, чтобы, да, почитать, а конкретно вот уже с проблемой со своей, какой-то тяжелой. Так. У меня большой тут список. Сейчас, подождите. Ай, найду. Книжку про деньги, да? Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Здравствуйте, до свидания, не могу книжку про деньги найти. Это я, наверное, переволтавалась. Так. Сейчас про лишний вес пишу и про еду книгу. И про отношения заново начала. Я вам уже говорила, пока ищу книгу «Деньги». Я вам уже, наверное, говорила, у меня с компа исчезли все мои черновики. За пять лет все, что я вот вообще собирала, всю инфу, сколько написано книг, но не успела их издать, там, поправить, нужно было заголовки, введение, заключение, ну, в божеский вид привести и просто выпустить, уже все сделано. Все пропало, заново сейчас все придется делать. Так, я что-то не могу понять. У меня почему-то на комп не скачена книжка «Деньги». Так. В восторге была, да, женщина? Класс. У меня книги «Деньги» на компе нету. Вот это, да. А, вот. Начнем. Божечки, как я боюсь читать вслух. Это же просто капец. Сейчас увеличу. Я боюсь. Так, ну что, поехали. Дорогой друг, перед тобой уникальное руководство для познания себя. Книга «Деньги». И, конечно же, раскрыта очень важная тема – денег. Я просто не смогла оставить этот вопрос без внимания. В современном мире вопрос денег как никогда актуален. Ты каждый день задумываешься о том, как их заработать, где их взять, как их приумножить. Мыслями о деньгах и материальном благополучии мы заполнили все свое время. И забыли, конечно же, о других чувствах. А чувства, в первую очередь, они бесценны. И именно они имеют прямое воздействие на твой денежный поток. Все дело в чувствах. Когда ты осознавал, какими чувствами ты создаешь и творишь этот мир? Это был вопрос, когда ты осознавал, как он устроен, кто мы, что такое деньги и что такое энергия? Интересно? Тогда все это сейчас ты найдешь здесь, в моем «Хакер-втык». Мы поговорим с тобой о деньгах и о том, как их приумножить. Ты войдешь в состояние потока радости и изобилия, если все это осознаешь. Сейчас ты узнаешь, как сотворить свою новую реальность под свои желания. И, наконец-то, выйдешь из сдерживающих тебя рамок и шаблонов. И, конечно же, убеждений, мешающих твоему денежному потоку. Глава первая. Кто я? Для начала давайте разберемся, что для вас деньги, реальность, внешний мир, материя, материально и кто мы. Для этого будет для кого-то совершенно новая информация, для кого-то это будет... Я и так все это типа знаю, но денег нет. Поэтому будьте внимательны, смотря на ваши шаблоны, что... Отключаем «я все знаю» и впитываем заново новую информацию. Так. Новое всегда расширяет, двигает в рост и дает опыт, что является нашей основой жизни. Поэтому не говорите никогда «я все знаю». Лучше говорите «я ничего не знаю», чтобы новое все время к вам входило. Мы привыкли считать, что наш мир — это что-то отдельное от нас, а мы в нем как бы не при делах. То есть я — это вот я, я — это свой мир, да, а все, что вокруг отдельно, люди отдельно от нас — это мир совершенно другой. Нет. Я хочу донести до вас совершенно новую информацию и дать по-новому взглянуть на ваше мышление, на вашу реальность и увидеть все в новом свете, с новой точки обзора. Наш мир, наша реальность — это проекция вашего мышления, нашего мышления. Сначала работает ваш проектор в голове, затем мы видим трансляцию этого кино во внешнем мире. Внешний мир — это ваша реальность. И ваша реальность — лишь следствие вашего мышления, следствие, отражающее вашу действительность, которая находится внутри. В вашей голове. Все, что вы наблюдаете вовне — следствие наших мыслей. Мир не может влиять на нас извне. Вы его создаете сами. Наблюдаете, даете ему оценку, называете и определяете ход вашей жизни именно вашими мыслями. Внешнее предопределено, но внешнее предопределено вами, вашими мыслями. То, как вы бессознательно живёте, то, как вы бессознательно думаете. Внешнее вы создаёте сами, и вы можете его изменить. Вы можете влиять на всё вокруг. Вы создаёте мир вашими желаниями. И каковы ваши желания? Такое изображение внешней картинки, которую вы наблюдаете. Нравится вам картинка этого мира или нет, события вовне или не нравятся. Помните, это ваше желание. И именно здесь и сейчас вы это сотворили сами. И этому есть причина. Почему именно вы сотворили это, а не что-то там другое? Это причина внутри вас. Без оценки, без сравнений. Во всём этом нужно понять причину и познать себя со всех сторон. Вся материя вокруг вас, начиная с вашего тела, это продукт нашего наблюдения. И наше тело точно... Как сказать? Это не в книжке написано. Хочу просто пояснять. Мне всё время хочется дописывать свои книжки. Наше тело, которое мы наблюдаем, создано нашим наблюдением. Вот как мы себя видим, как мы себя чувствуем, так это тело и формируется. И нас видят так же люди вокруг. Если мы находимся в каком-то состоянии, где нам не нравится наше тело, нам не нравится то, что мы делаем, наши мысли, нам не нравится, как мы живём, наши поступки, люди в нас видят точно такого же неуверенного, некрасивого, раз мы себя считаем, некрасивого человека. Но когда, неважно с каким телом, неважно, как вы живёте, что вы делаете, если вы чувствуете в этом себя классно и комфортно, люди видят красавчика, люди видят в вас красоту, видят умняшку, стройняшку и так далее. Неважно, как бы вы ни выглядели, вас видят то, о чём вы думаете. И вы себя в зеркале тоже видите, как вы ощущаете себя. Если вы изначально решили, что вы недостаточно хороши, ваше отражение в зеркале будет это подтверждать. Когда вы поймёте, насколько вы красивы, насколько вы классны, насколько вы шикарны, то отражение в зеркале вам будет показывать то же самое. Наш внешний вид и всё, что вокруг нас окружает, определяет наше мышление. И никак иначе. Так, давайте вернусь к книжке. Так. Вся материя вокруг вас, начиная с вашего тела, это продукт вашего наблюдения. При наблюдении ваши чувства уплотняются в плотную форму. И мы получаем то, что получаем. Разглядываем и даём название и оценку этому всему. Так мы узнаём себя, какие мы есть и какое наше творчество. Ну, наше творчество как творцов как раз и состоит в том, чтобы творить вот это вот всё вокруг, что мы наблюдаем. Кто мы? Мы все единый творец, играющий в разных скафандрах и познающий сам себя через свои чувства. Внешнее нам помогает эти чувства в себе улавливать. Вот мы на что-то смотрим, да, и мы что-то чувствуем. Внешнее нам просто даёт подсказку, из каких чувств мы состоим, чтобы их испытывать и познавать их. Наше предназначение в этом мире — это быть, существовать. И всё сущее, живое и неживое, сделано из нас, из меня, из вас, из Божественного начала. Мы едины, и мы целы, и мы целы не только с вами людьми, мы целы с каждой песчинкой в этом мире. Наше бытие, быть, формируется в моменте наблюдения и ощущения себя. Внешняя картинка мира, уплотнённая форма наших чувств — это отражение нас. Мы познаём сами себя, но мы не можем залезть к себе вовнутрь и увидеть это Божественное начало. Поэтому мы наблюдаем всё это снаружи. Смотрите на мир, как в зеркало. Ваша реальность — это продолжение вас. Щупая, наблюдая себя во внешнем мире, вы узнаёте так себя, из чего вы сделаны. Вы — это бесконечная, абсолютная пустота, познающая в себе Творца. Творец — это тот, кто творит новое, раннее, неопознанное, то, чего не было из ничего. Вы наверняка уже знаете слово «творчество», да, это слово все знают. Когда мы создаём новое, то, чего никогда ещё не было. Это процесс создания нового. Творец, он занимается творчеством, он творит всегда новое. Забегая вперёд, сейчас остановлюсь немножко о чтении книжки, мы боимся идти в новое, мы боимся творить, мы боимся завтрашнего дня. У нас миллион страхов сделать что-то по-новому, мы привыкли всё делать по-старому. В это время мы отключаем себя от Божественного начала, от Творца, от творческой вот этой силы, от этого творческого потока, когда мы боимся и пытаемся сделать уже то, что делали, да, и не идём делать новое. Мы себя отрубаем от этого потока и не даём себе возможности получать эту новую энергию генерить. Когда мы не делаем новое, когда мы не идём, не познаём, не делаем новые действия, вернее, старые действия по-новому. Сидим так, как сидели, едим так, как ели, говорим так, как говорили, одеваем то, что уже одевали. То есть мы по-старому действия, когда повторяем, мы поток свой блокируем. Деньги — это энергия, деньги — это поток, деньги — это всегда какое-то новое творчество и новые действия. Вот если вам нужны деньги, вам не нужно залипать постоянно в одном и том же. Не нужно прокручивать одни и те же мысли, не нужно думать так же, как вы думали раньше. Нужно всегда отказываться от своей правды, всегда смотреть на новую правду вот с такими глазами. Боже, а что, и так ещё можно было? А как это применить? А можно ли это на пользу как-то себе сделать? Если да, то, конечно. Блин, круто, у нас пошёл поток. Сразу приходят деньги на этот поток. Ладно, всё, продолжу читать книжку. «Творец сотворяет из пустоты этот мир и знакомится со своим творчеством. Кто он есть? Мы творцы с вами. Мы не есть с вами просто тело и просто ум. Мы есть тот Бог, просто мы об этом забыли. Мы через своё мышление творим своими чувствами плотную материю, чтобы пощупать и узнать, кто мы». То есть это наше предназначение – щупать себя во внешнем мире, познавать себя, быть в этом потоке, постоянно что-то создавать, постоянно что-то созидать, постоянно что-то творить, отпускать старое, точку А, переходить в новое, в точку Б. И вот в этом потоке наше желание, когда мы с такими глазами восторга детскими, вспомните себя, детьми, как мы в восторге, познавали каждый камешек, который на улице валяется, который надо пощупать, потрогать, «Боже, что это такое интересно!» Куда-то его применить, циркнуть, что-то с ним сделать, камень о камень ударить, посмотреть, что будет. То есть когда мы такие любознательные, мы в потоке. Как только вам становится неинтересно жить, скучно, у вас скука, какая-то апатия, ничего не хотите, вы от потока отключены. Естественно, вы и от денег отключены. Откуда могут быть деньги, если нет энергии? Опять я от книжки отстала. Так, читаю дальше всё, не буду отвлекаться. Мы через своё мышление творим своими чувствами плотную материю, чтобы пощупать и узнать, кто мы. Нам интересно познать себя, но мы с вами не материальное. Мы абсолют, мы всё и ничего одновременно. Мы колебания, мерцания, волна чувств. И чтобы познать эти чувства, мы создаём себе тело, через которое можно себя чувствовать. Мы создали себе мышление, ум, переводчик. Он переводит наши чувства в букеты чувств, в какой-то непонятный образ, который мы сами определили, наделили, сравнили, назвали, уплотнили в плотную форму в материю своим фокусом внимания и таким образом материализовали, чтобы пощупать это опять же глазами, ушами, телом, мыслями и узнать эти чувства, которые в нас живут. Чувства — это инструмент познания себя. А материальная форма внешнего мира — это уплотнённая форма этих чувств. Своим божественным наблюдением Творца мы уплотняем эти формы. Сам процесс божественного наблюдения Творения называется Любовь. «И мы» — это слово, «я» — это слово, «творец» — это слово, всё, что вокруг происходит — это всё слово. И даже вот все слова — это инструмент любого творения. Когда мы что-то назвали, то, чего не было, чем-то назвали, мы уже это сотворили. И если мы понаблюдаем, оно воплощается в материальную форму. Так, всё сделано из слова. Помните такое? «И слово было у Бога». Наш ум, переводчик, словами творит чувства в материю. Наш внутренний наблюдатель наблюдает этот процесс по каналу любви. Всё в этом мире сделано с любовью. Любовь — это любое ваше внимание, внимающее из пустоты что-то и придающее этому что-то название словом. Вот здесь сейчас опять хочу отвлечься. Войну вы сотворили любовью, раз вы её наблюдаете. Мёртвую кошку на дороге вы тоже сотворили любовью, раз вы её наблюдаете. Ваше внимание на кошке, ваше внимание на войне, ваше внимание ещё на чём-то. Неважно, что бы вы ни наблюдали, вы это сотворили любовью, потому что любовь — это не какие-то чувства химии между мужчиной и женщиной, либо к родителям, либо к детям, к друзьям или к работе. Любовь — это вообще всё, что мы вокруг себя видим. Это процесс. Это процесс сотворения и наблюдения. То есть ваше внимание есть любовь. Если вы осознаёте, что всё, ещё раз напомню, абсолютно всё не существует, как и вы не существуете, вы — это поток, энергия, движение, сотканные вспышки, мерцания, колебания, вибрации, волн. Вы — это всё и ничего одновременно. Вы просто слово без определения и без какого-то обозначения. Представьте, да? Ничего. Ну ничего — это тоже что-то, это тоже какое-то слово, оно уже сделано, даже ничто из чего-то сделано. Да, оно сделано из слова. И мы изначально не имеем никакого значения, никакого слова, никакого обозначения и названия. И мы, сотворяя словами, давая определение названия, определяем это всё в ёмкую какую-то форму и материализуем таким образом своим вниманием, как боги, как творцы, всю материальную действительность, которая вокруг нас. Происходит. Так, вернусь. Вы — божественное слово. То есть мы не люди, мы не тело, мы не ум, мы с вами творцы. Если вы это осознаёте, вы можете творить. Если вы это не осознаёте, то вы не можете творить. Вам нужно сначала осознать, кто вы. Если это понятно, тогда вы можете материализовывать всё, что вы хотите, а не то, что подкинет вам ваши микрофлоры, которые хочет жрать. Нами управляет на 99% микрофлора. Мы от себя вообще никак не зависим. Но если вы начинаете себя осознавать, кто вы, и не даёте управлять собой, другие люди нами управляют, манипулируют, каждый пытается друг другом манипулировать. Но если вы не позволите манипулировать собой ни микрофлоре, ни другим людям, ни погоде, ни чем-то ещё, ни каким-то внешним фактором и силам, не подадитесь судьбе, року или богу, который где-то там, какой-то религии, то вы можете быть творцами, да, и творить то, что вы хотите. Так, сейчас прервусь на комментарии. Да, давая название, мы создаём. Можно не называть, не обозначать то, что не хочется, как бы, как бы да. Так, ну, даже если вы вслух это не произнесли, мысли уже автоматически осознали, обозвали, назвали, слово какое-то определение дали, вы уже это создаёте. И это рано или поздно проявится в вашей материальной действительности. А на чём наш фокус внимания каждый раз? На проблемах, на страхах, на том, чего у вас нет, у вас и нет это, потому что вы как творцы это создаёте, потому что вы всё время говорите, боже, у меня нет денег, у меня нет там плави, я нового, у меня нет мужика, у меня там вонят, нет, нет, нет. У вас постоянно чего-то нет. И это всё время постоянно и проявляется, и показывает, да, вы творцы. Вы считаете, что этого нет, это у вас и нет. Если вы переключаете фокус внимания на то, что у вас есть, и не тратите время на то, чего у вас нет, вы увидите совершенно другую материальную действительность, изобильную. вот, когда вы не от недостатка будете жить, а когда от изобилия будете жить. Так, сейчас ещё прочитаю там комментарии. Чем больше мы знаем названий дурацкому, тем создаём это в себе и снаружи. А, чем больше, чем больше мы названий знаем дурацких, тем создаём это в себе и снаружи. Да даже не важно, дурацких, не дурацких, мы создаём всё, где наш фокус внимания. Наш фокус внимания в 99% в 24 часа в сутки это то, чего у нас нет. Мы сами себя лишаем всего, всех возможностей, только мышлением. Я не получится, я не знаю, я не умею, а я боюсь, а вдруг они что-то подумают, а у меня этого никогда не будет, это желание невозможно вообще сотворить. Да я не могу сейчас поехать на Ламборджини, хотя мне эта машина очень нравится, я вот хочу, но у меня её нет. Мы всё время гоняем вот эти мысли, конечно, у нас их и нет. Откуда у нас что-то возьмётся, если мы всё время отрицаем всё, что могло бы быть в нашей жизни. Но как только вы уму даёте сигнал о том, что хорэ думать в этом направлении, давай подумай о чём-то другом, заведёте новые себе привычки, конечно же, фокус внимания переместите, то вы совершенно увидите, как ваш мир по-другому начнёт разворачиваться, материальная действительность будет выглядеть по-другому, не такая нищенская, которую мы привыкли влачить. Давайте дальше, книжку читать. после прочтения после прочтения этой книги всем приходят деньги, всем. Ну, если этот человек читал её внимательно, если он в это время ещё слушал телевизор, пил чай, кушал, сливал энергию в микрофлоре, что-то там делал ещё параллельно, да, не вникая в суть этой книги, деньги не придут, конечно. Многие жалуются, почему я прочитал книжку, а деньги не пришли. Потом через время они, конечно, пишут, потому что фокус внимания был совершенно не на этом. А, блин, мне подруга платье подарила, это же деньги, ну, материальное. Ой, а меня там покатали и отвезли там в кино, а меня там в ресторан свозили. Фокус внимания вечно не там, да, если вы будете внимательно смотреть, внимательно наблюдать, то вы увидите, что после прочтения книжки ко всем придут деньги, в той или иной степени. Субтитры сделал DimaTorzok